Съемочная бригада первого на ВСМПО уже не в первый раз. Журналисты главного телеканала страны были у нас в гостях, сопровождая Владимира Путина, приезжавшего на ВСМПО осенью 2010 года. В этом году, благодаря экскурсионной программе, столичные журналисты увидели такие производственные процессы, как прессование электрода и выплавка слитка в цехе номер 32 ВСМПО, а также прессование заготовки шасси в ковочно-штамповочном цехе номер 21. Особое восхищение телевизионщиков Первого канала вызвал инновационный цех механической обработки. Именно в 1954-м корреспондент Алексей Иванов поделился с нами своими впечатлениями. Очень приятно видеть современное оборудование людей, профессионалов, которые здесь работают, от которых зависит уже именно конечная продукция. Вот удивила цифра, один миллиметр это то, что остается для обработки конкретной детали номера, которая отправляется уже за океан. Это, конечно, впечатляет. Но основной вопрос, ради ответа на который столичные журналисты приехали в Уральскую провинцию, как на деятельность корпорации ВСМПО «Висма» сказались санкции, связанные с политической ситуацией на Украине. Мир стал настолько взаимозависим, и экономики, и предприятия по всему миру настолько взаимозависимы, что сам вопрос санкции, он обоюдоостный. И если ты вводишь санкции против одной страны, глубоко интегрированной производства мировой, то другие страны от этого будут страдать. Поэтому санкции вообще неконструктивные. И, к счастью, у нас этот неконструктивный не коснулся. Говоря о перспективах развития, Михаил Воеводин уточнил, что корпорация делает ставку на механическую обработку, назвав ее будущим титанового производства. Основная база этого перспективного направления размещена в 54-м цехе ВСМПО. Сегодня этот цех растет, он растет каждый год. Сейчас принимается решение о строительстве второго такого цеха. И механообработка производится большого спектра наших штампов. Это как выгодно предприятию, потому что мы получаем дополнительную работу, мы осваиваем новые специализации, мы получаем больше выручки. С другой стороны, мы получаем стружку, которую мы дальше у себя перерабатываем. Но это также выгодно и нашим покупателям, потому что сокращается цепочка поставок. Еще несколько российских предприятий, которые имеют тесные отношения с зарубежными партнерами, станут героями специального репортажа итогового воскресного времени. Один из ключевых заводов это будет ВСМПО, потому что это такая стратегическая сила России, стратегическое предприятие, от которого зависит жизнь не только в городе Верхняя Салда, но и во всей Свердловской области. Конечно, редакции интересно было посмотреть, что здесь происходит. Если все планы московских журналистов будут выполнены, воскресное время с корпорацией ВСМПО «Висма» в главной роли мы сможем посмотреть 14 сентября в 21.00 на Первом.